Музыка Мы находимся в приюте для животных Ласка, вот таким, если можно сказать, гостеприимным, дружным лаем. Нас встречают местные обитатели. Вот так достаточно комфортно живут собаки. Но, правда, в таких условиях находятся только те, кто по физическим возможностям не может жить на улице. Этим псам требуется длительная реабилитация. Всего в приюте Ласка более 600 собак. Многие, вот как эти, реагируют на посторонних очень живо, с интересом просовывая мордочку между прутьев вольера. Они надеются на угощение или на добрую порцию поглаживания. А вот этот пес, кажется, уже отчаялся ждать. К сожалению, многие собаки остаются в приюте навсегда. Мы же надеемся, что с помощью нашей рубрики четвероногие найдут свой дом и хозяина. Ну, привет, давай знакомиться. Как тебя зовут? У нас девочка, ее зовут Мимиша. Да. Потому что она очень такая хорошая, хорошая. Мимимишная, да, очень мимимишная. В приют ее в мешке принесли цыгане. Но сотрудники Ласки уверены, Мимимишка – собака, которая должна жить дома, спать на диване и радовать окружающих своей милотой. Она тянется к людям, любит сидеть на ручках и целоваться. Да, и целоваться-то мы любим. Как часто берут животных из приюта? Вот раз в неделю, два раза в неделю или реже? Нет, берут довольно часто. И стоит отметить, что у нас по статистике за прошлый год пристроено около 400 собак. То есть, соответственно, это в среднем по собаке в день, скажем так. Даже чуть побольше, да, там по собаке с небольшим. Если вы решились взять собаку, эту или любую другую, сделать это несложно. Познакомиться с обитателями Ласки можно на официальном сайте приюта. Там представлена фотогалерея с кратким описанием животных. Есть телефон волонтера, который является опекуном собаки. И все же, для того, чтобы принять верное решение, необходимо прийти в приют и посмотреть в глаза собаки. Только так вы поймете, что созданы друг для друга. Но взаимной любви с первого взгляда мало. Необходимо запастись терпением. Тренеры ветеринарно-кинологического центра уверяют, нет такой собаки, которая не поддавалась бы дрессировке. Есть ленивые хозяева. Леш, ползай. Леш, ползай. Ползай. Дом. Существует несколько методов дрессировки. Какой именно выбрать, должна подсказать собака. Кто-то выполняет команды за возможность поиграть, кто-то не прочь подать лапу за вкусное поощрение. Татьяна Герасименко, тренер по аджилити и фризби, в работе со своей собакой предпочитает интеллектуальный подход. Для такого используют так называемые кликеры. Мы щелчком в нужный момент объясняем, что это да, это правильно. Мы сначала учим есть. Мы делаем клик, ням. Он знает, что после щелчка всегда будет еда. Клик, ням. И так далее. Учим по щелчку садиться, вставать на задние лапы и танцевать. По заверению тренера, выполнять подобные команды способна любая собака, вне зависимости от возраста и породы. И все же у животных из приюта есть несколько преимуществ, которые отличают их от домашних питомцев. Во-первых, у этих псов гораздо крепче иммунитет. Иначе и быть не может, в таких условиях выживает сильнейший. Кроме того, все собаки-власки привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов. А еще они уникальные и не похожие друг на друга. Но есть то, что их объединяет. Они все мечтают обрести хозяина. Смотри, хозяин, где ты? Ну, смотри. Мы все целоваться и целоваться. Вот такие мы хорошие. Если меркнет свет по кошке, На душе скрипутся кошки, Кто сумеет вам помочь, Кто прогонит кошек прочь. Это знает вся ты, Это не собак, Это не собаки, Нету существа Придорни собаки Ласкови собаки Мы сильней собаки Нету существа Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин